Добрый, добрый, добрый день всем! С первым апреля каждого, у всех сзади коленки грязные, спина белая, всем всего хорошего, начинаем стрим. У нас Arcanus Gaming и FiveEva. Не знаю, насколько смешным будет данный матч, но вроде бы должен быть веселеньким. Arcanus Gaming уже забрали. Vengeful Spirit, Beastmaster, SS, Shadow Shaman и Draw Ranger. Со стороны команды FiveEva, Juggernaut, Leon, Shaker и Brewmaster. Ну все, по пикам разобрались, теперь немножечко представлюсь. Ну что, микрофон от рук, это студия игрокам ТВ, у нас ESL One, 1-8 финала и команды играют матч в формате Best of 3. Победитель проходит дальше, проигравший идет чистить картошку или там заниматься какими-то вменяемыми делами, помимо доты. Инвокер. Последним пиком для Arcanus Gaming. Класс Vex вообще мне в пик. И FiveEva. 15 секунд основного времени и минута 47. FiveEva нереально быстро, я так понимаю, на пик, али дополнительное время им вообще не нужно. Ну так не стоит, я думаю, тянуть и сейчас. Brewmaster, Shaker, Leon и Juggernaut. Shaker с Леоном, как я понимаю, будут саппортить у нас. С Джаггера, Brew, скорее всего, упадет в мид, об этом думает и Arcanus Gaming, потому что последним баном убрали у нас из игры Клокверка. Будем ждать оффлейн. Я тоже, в принципе, думаю, что по данному пику Brew в миде против инвокера нормально постоит. Тут какой-то надо толстоватый герой, потому что инвокер наверняка квасвекс, наверняка колдснеп и там надо бы выживать. Опять же, там особенно и под колдснепом не подерешься, когда в тебя клэпнет какой-нибудь толстый панда. Феникс, последним пиком для 5-Eva, Offlane, Феникс. Ну все, по пику разобрались. Сразу же Arcanus Gaming забирают, героев долго пикали, зато очень быстро разобрали. Mighty Saver на Draw Ranger, Beastmaster для Job Real, Shadow Shaman у нас для PlayHard, Хендрикс забирает инвокера и Вингу еще там должны забрать. Ну, по пику команды 5-Eva, Полосон играет на Brewmaster, Чибикс берет себе Шейкера. Да ладно, да ладно, да ладно, свапнитесь. Нет свап, нет свап, не знаю. Миракл играет на Джаггернауте, а Шейкер на Чибиксе. Чибикс всю жизнь на фармящих героях играл, тех, которые в лейте там супер вывозят. Вот было бы весело посмотреть Шейкера с Инвизом и Дейдалусом. Прям вот можно было бы всю доту вообще закончить ради такого матча, чтобы посмотреть где-то в профессиональной доте данную по абстрату. Слабо в это, конечно, верю. Возможно, еще и свапнутся герои. Так, ну, по героям, в принципе, разобрались. Да, там у нас Хенрих играет на Инвокере, Джо Прил Рэнк играет у нас на Бестмастере, Фрайт Баттерфляй играет на Веншфул Спирит, Плей Хард забирает себе Шадоу Шамана, Майти Сейвер играет на Дроу Рейнджер. Со стороны команды 5-Eva, Чибикс забирает Шейкера, Ясера играет на Фениксе, КС будет на Леоне, Миракл на Джиггернауте и Полосон на Брюмастере. В принципе, никаких особенно удивительных моментов не произошло. Единственный немножечко меня выбивающий с седла пик – это Чибикс на Шейкере. Возможно, Чибикс у нас и на Саппорте прилично себя чувствует. Посмотрим. Небольшая пауза по классике азиатской доты. Все, в принципе, обычно и прекрасно. Расскажите, как там кого вообще развеселили у нас с утра, были ли какие-то подколы и, не знаю, подкладывали вам грабли куда-то на выход или руку в стакан, может, с водой опускали, пока вы спите. Например, там родители, друзья или еще кто-нибудь. Ну, по количеству, я думаю, белых спин и грязных коленок сзади перечислять не будем. Всем досталось. Если какие-то интересные истории, пишите в чат. Будем озвучивать. Собственно, по данному турниру. Пока у нас небольшая пауза. Давайте расскажу. 1-8 финала. Сейчас азиатского дивизиона. Пара Арканус Файфэва. Победитель выходит на коллектив Ехоум Малайзия. Малайзийцы уже там. Они у нас упали, я так понимаю, из верхней сетки. Ну и основные, вообще, три остальных матча 1-8 сыграны уже были. MVP Phoenix Signature у нас в паре четвертьфинала встретятся. Invasion Минески будут играть тоже в четвертьфинале. Ну и готовый четвертьфинал Underminer против Rave. Мы Файфэва Арканус решат сейчас, кто будет против малайзийского коллектива Ехоум играть у нас. Дальше полфиналы, финалы, ну и все. И все. И дальше идем на супер-дупер лан-финальчик. Пауза продолжается. Удивительно даже. Странно, конечно, как КСВ там умудрились слиться. КСВ показывали феноменальную доту в матче 27-го числа против Минески. Просто разорвали их в клочья в третьем матче. Причем дичайшим пиком. Пять мидеров. И сюда вообще подошел. Очень быстро развалили команду Минески. Вот. Я тут и на этом турнире удивился, когда увидел, что они слились команде, команде, команде. Кому там они проиграли. Underminer. Вообще. No name. Ладно, матч отжали с паузой. Переходим непосредственно к событиям на карте. Миракл на Джаггере отправляется на нижний лайн. С ним Чибикс. Чибикс саппорт. И все. Это уже не обсуждается. КС на Леоне. Разумеется, тоже саппорт. Мидлейн для Полосона. Его забустили здесь в Танго. Стаутшилд имеется. Есть Хеллинг Селф. Будет выживать. А тут против инвокера придется выживать, потому что такой парень харасит нон-стоп вообще. Я сэра чекнул, как там что. Потратил немножечко хпшечки. Ну и ушел. И ушел. Так, у нас цепляет Миракла. Сразу четыре героя вгрызаются у нас в Миракла. Еще и Кабан его потравливает. Ну не знаю. Фрост Эролс. Где же твои Фрост Эролс? Дроу Рейнджер. Майти Северс сейчас мог делать ФБ. И в итоге ничего такого не случилось. Ну и здесь гонят у нас КСа. Два Кабана в спину настреливает. И Бесмастер... И Бесмастер, собственно, никого не забирает. Но чуть-чуть друг друга напугали. Наибольшим успугом отделался у нас Миракл. Половину хп подслили ему. Ну и расходятся команды на лайн. Что теперь по команде Арканус? Стоит сказать. Майти Север отправляется на топ. Будет его сейвить Фрайд Баттерфляйс на Венжи Фулл Спирит. И дабла очень сильно домашняя. Тут, конечно, есть Феникс, у которого есть под сейв. Но, с другой стороны, поймать Феникса где-нибудь в Икарус Дайве... Феникс вряд ли вывезет. Тем более, там и откат Икарус Дайва огромнейший. Вообще невероятно. Огромнейший, мне кажется, Блэк Холл вообще быстрее перезаряжается, чем данный скилл. Непонятно даже, почему так дорого. Но, с другой стороны, Феникс вообще был бы имбовым. Если бы Икарус Дайв был мало кдешащимся. Где у нас Шадоу Шаман? Раста в лесу. Плейхард занимается отводами крипов. Ну и все. И все. Дабла внизу из Миракла и Чибикса. Лесной у нас Леон. Не сам по себе. А за счет отвода крипов. Ну и на топ-лейне Джоприел Реймос на Бесмастере. К крипам не подходит вообще. Минута прошла. 0-0. У него первый левел еле-еле где-то там что-то наковырял. Где-то рядом кто-то там немножко, не знаю, умер или хп потерял. Что вообще какое-то ничтожное количество левела ему капнуло. Но здесь вроде как ближе ко второму подходит. Фармить точно не дадут. Чибикс стоит. Уже бревно приготовил. Только подходит. У нас Джоприел Реймос. Туда же через Блейд Фьюри влетает Миракл. Все это под фессурой. Все это очень больно для оффлейнера команды Арканус Гейминг. Полоса на мидлейне. 3 на 2. У Хейнриха 5 на 1. Ну это ожидаемо было. Инвокер у нас квасовский. Пошел колдснеп у нас по Полосу. Но Вижена нет. Ну Полосом тут в принципе должен себя комфортно чувствовать. Потому что хила в него влили невероятное количество. Плюс еще и Хиллинг Селф сам себе приобрел. Тут в общем-то ничего удивительного с ним не случится. Хейнрих. Заряжен фарм. Мидер просто по классике. Нул талисман. И забранный чьи-то танго. И уже Ботл. Нет, не Ботл. Не Ботл, не Ботл. Вообще не Ботл. Хейнриху летит сапог. У нас Инвокер не проседает. Я понимаю, по мане его это не интересует. Пусть лошняк какая-нибудь себе Ботл в миде покупает. Инвокер вообще из другого теста сделан. Брюмастер. 650 на руках. Еще один крип. И для Полоса на Ботл будет. Но это тот, кто действительно брезговать Ботлом никак не станет. В стэше появляется Ботл. Фрайд Баттерфляйс. В спину Ясери заходит. Здесь у нас Спириты и Карус Дайв. Спириты проюзаны. Дроу Рейнджер не подходит. В спину выходит Фрайд Баттерфляйс. Надо успеть цеплять. Но где же, где же Гаст? Гаста не было и, наверное, не будет. Дроу Рейнджер у нас через какой-то чересчур калечный скилл билд идет. В начале не было Фрост Эролс, которые помогли бы цеплять Джаггернаута. Сейчас нет Гаста, который помог бы убить у нас Феникса. Ну и Майти Сейвер просто-напросто пока что бесполезный. Это 100%. Да, это сильно по вопросу какого-то файта, если придется настреливать с руки и стоять в кулачный бой, в какой-то входить. Да, Майти Сейвер прилично себя будет чувствовать. Но где-то выйти кого-то зацепить, выйти даблой какую-то ганг устроить. Тем более это ФБ, опять же. Килл на вес золота. Майти Сейвер к этому оказался не готовым. Да и ладно, и пес вообще с ним. Леон. Цепляет у нас Джобриэл Рамос. Миракл, да крутись уже. Пора уже крутиться. Все, Бистас здесь загоняют. И первый килл для Джаггернаута. Миракл забирает этот фраг. ФБ, команда 5-5 выходит вперед. Дабла в смоке на мидлейне. Готовы принимать Брюмастера. Цепляет у нас Полосона через Колд Снэп. И бежать отсюда Полосона. Еще один Колд Снэп. Нет, через Ветра поднимает. Фрай Баттерфляйс. Стан ЕМП. Очень быстро развалили у нас Брюмастера. Ну, Трипло еще бы не развалить. Опять же, через Эзершок у нас Шадоу Шаман продамажил. Не стал тратить Шейклз. Потому что был вариант, что кто-то придет на подсейв. Бистмастер был недалеко. Правда, Бистмастер... Сказать бесполезно и вообще ничего не сказать. 0-0. У него Крипстат. Одна смерть. Классно. Ни одного убийства, ни одного ассиста, одна смерть. Ну, харда. Стой, терпи. Выбор вообще невелик на данном лайне. Феникс уже не сам. Уже с Чибиксом. Чибикс оставил попытки зацепить Бистмастера. Сейчас этим занимается КС. Ну, в принципе, все возможно. У КСа есть Хекс, есть Подкоп. Уже один раз убили Джо Приворемос. Тем более, он не получает экспу практически. Соответственно, и левел не растет. Под деньгом тоже полнейший провал. Укомплектоваться как-то в ХП нельзя. Значит, будут забирать точно так же, как забирали ранее. Но еще минут 5-6 точно придется ему быть таким доходягой страшным. ЕМП под ноги. Полосан без маны вообще. Хенрих не жалеет его. Юзает по КД свои скиллы. И скиллы очень хорошие. Это вам не какие-нибудь санстрайки. Ну, и по факту Брюмастер особенно тут и не побыкует. Где-то подойти, зацепят, выйдут. Один раз Брюмастера уже развалили. Второй раз повторить вообще не вопрос. Ромящая дабла, если бы она, конечно, была ромящая, но при случае куда-то отходить на лайны, на какие-то дабла нереально функциональные. Здесь есть Шейкл. Здесь есть куча демеджа за счет стана. Винги. За счет Вейфов Террор, за счет Эзершока, Шадоу Шамана. На один еще бы Хекс здесь качнуть. Лишняя секунда 25, ну или полторы секунды, пока в себя придет игрок. Вообще будут не помешают. Пять минут сыграно. По золоту. Вейфов 750, даже чуть-чуть поменьше. По экспириенсу тоже в пользу команды Вейфов. Они выигрывают на 800. Да, это сигнал-то-го. Вейфов 50, даже чуть-чуть поменьше. Ну, давайте по вещам пробежимся. Все-таки 5 минут прошло. Первые артефакты уже появились. Фейсбут смеется у инвокера. Есть ноуталисман. Есть также мэджик вонт. Ну и 300 по голде сверху. Бестмастера печальная ситуация. 400 на руках. 1 тапок и танго. Просто нищий при нищий. Венжи фулл спирит. Винги у нас тоже тапок. Ничего больше нет. Тапок у шадоу шамана. Ну, хотя бы обулись все. Дроу рейнджер. Тапок. Два рейсбенда. И 700 по золоту на руках. У шейкера куча вардов. Чибикс вообще фулл-фулл саппорт. Правда, 4-х крипов успел шейкер добить. А у флейн без мастера у нас до сих пор бегает без крипов. Шестая минута уже началась. У феникса 8-1 крипстат. И готовы транквил бутсы. 200 есть сверху. Для Леона ничего интересного. У Леона зато 9 крипов. Лесных, конечно, но тем не менее. Третий левел есть. Тапок есть. Хекс, подкоп. Всего достаточно. У Джаггера 225 на руках после фейсбутс. Но есть стаутшилд для Миракла. Брюмастер в миде. Боттл, тапок и стаутшилд. Очень вовремя мы перечислили всех, все покупки команды Арканус Гейминг и Файфэва. Игроки отжимают паузу. Но опять же на паузу. Что ты со мной делаешь? Отключается у нас Шадоу Шаман. Отключается Винга. Перезаходит. Написано, что не могут двигаться игроки. Что-то случилось. Все, Раста переподключился. Винга переподключилась. 27 на 9 инвокер. В это время Полосон на Брюмастере 18 на 4. Мид выигран. При еще и при учете смерти, которая была у нас на Брюмастере, Брюмастере, конечно, мид за командой Арканус. Но это инвокер. На ранних лвлах против него вообще не постоишь. Неприятный до ужаса. Еще и ромящая дабла. Там постоянно надо держать ухо во строп, потому что выйдут в любом вообще направлении. Из любого края. И подразорвут тебя на куски вообще за считанные секунды. Чибикс на Шейкере. Пока на лайн не появляется. Тут немножко похарасил у нас Брюмастера. О, точнее Бестмастера. И Бестмастер настолько похарашенный, что уже вынужден уходить. Но ничего вообще нет. Джо Пириэл Рамос, кроме одной смерти. Это смотрится дико. Джаггер проседает по ХП, но это по Тауэрам. Миракл уже начинает пушить Тауэр. Что здесь с Т1? Т1 наполовину съели игроки команды Арканус. По демеджу. У Дроу Рейнджер 100 сейчас. И у Рейнджер Фулл Спирит еще 71. По демеджу. Ну, вдвоем 200 с руки. Это не считая скилла дровки. Ауры дровки, которая в нужный момент включится. Там где-то 2Т игрока 500 в секунду демеджа должны выливать. Нет, ну не 500, конечно. Ну, где-то там 400-350. Хотя, хотя нет. С такой скоростью атаки, да. Ничего интересного по скорости нету. Поэтому и демеджа будет по минимуму. Ясера влетает в спину игрокам команды Арканус. Очень интересный мув. Просто со спины зашли. Зашли со спины по лесу. И под Тауэром развалили триплу команды Арканус. Нереально круто. Я уже подумал, Ясера там опалаумил. Влетает просто за спины. Сразу трем игрокам. Но тут из леса друзья-мушкетеры подошли. Расковыряли команду Арканус. До неузнаваемости. 4-1 становится счет. В данном файте 5-5. Слева тысячи полторы заработали. Так и есть. Полторы тысячи по золоту. По экспириенсу. Двушка для команды, играющей у нас за Радиант. Полоса на миде. Пока ничего не покупает. Ясен Пень готовится. Так, у нас Майти Сейвера поймали. Миракл разваливает Майти Сейвера через Омни Слэш. Ну и бежать отсюда. ЕМП под ноги. Еще и Карус Дайв у нас от Ясера. Тут через Спиритов, кстати. Можно и подстопить кого-то. Ясера ловит у нас стан. А, ну и все. Фрайд Баттерфляй с такой скоростью 8 секунд, 8 с половиной секунд на атаку. Вы понимаете? Это невероятный какой-то ужас. По-моему, так даже не стопит у нас скорость атаки НЧА за счет своей пассивки первой. У Миракла уже есть Мом, Фейсбудс, Ринков Басилус и даже Стаут Шилд вместе с тапками на ловкость. Удивительно, но факт. Миракл первый должен быть по Нетворцу. 4 800 для него. Так, ловит у нас Миракла. Хенрик, Колд Снэ пошел по Мираклу. Майти Сейвер выходит в спину. Где твой Гаст? Что не так вообще с Майти Сейвером у нас? Как-то ведет себя вообще невероятно нелепым образом. Полоса на Шейклз поймали и должны убирать. Под Инвизом Полоса. Под Инвизом. Нет вардов, ткнуть некуда. Просто провязал из ботла Инвиз и уходит. Сильно битый, но живой. 5-2. Арканус нашли чем ответить. Забрали Джаггера и из Джаггера поимели неплохо так золото. Тут где-то 800, я думаю, капнуло игрокам команды Арканус Гейминг. На топ-лейне Ясера. Сейдж Маск больше пока ничего. Покупает себе Мэджик Вонт и готовится выйти в Урну Шадоуз. Джаггера мы видели. У Джаггера ситуация была великолепная до последней смерти. А теперь Хейнрих по фарму-то Джаггера приблизительно, но догоняет. Тут разница всего-то в 200. Ясера пошел навалить у нас по Хейнриху. ТП аут сразу. Клэп будет ли? Фессура будет. Клэпа не будет. Клэп будет попозже. Полосан забирает этот фраг. Забрали Мит Инвокера. 6-2. Файф Эва по-прежнему впереди. Миракл оставил свои затеи. Как по мне, нелепые затеи. Игры на саппортах. Как-то вообще не удавалось. Если не Миракл фармит, то непонятно, кто в команде Файф Эва вообще фармящий. Там где-то, по-моему, со Сларка началась у нас Буфонада Джаггернаута. Буфонада Миракла в собственном коллективе. Играет на мейнкерри. Все у него хорошо получается. И команда кое-как где-то там в среднечке. Но, тем не менее, в азиатском среднечке барахтается все относительно неплохо. До этого, конечно, страх и ужас полнейший. Потому что Файф Эва лились всем и каждому. Теперь их аватарка коллектива. Герб стал более-менее отвечать действительности. Я, конечно же, говорю о значке. Где четыре человечка тоненьких и один вполне себе упитанный. Который, собственно, Мираклем и является. И команда вообще вокруг Миракла у нас собралась. Многие говорят, что это Миракл плюс четыре. Но эти плюс четыре неплохо себя, на самом деле, реализовывают. Чибикс мне нравится в этом коллективе гораздо больше, чем нравится Миракл. И функционален он, и как-то подвижен. И стиль доты неприевшийся. Где-то и агрессия чувствуется. Ну и какая-то безбашенность тоже присутствует. То, чего так не хватает у нас в современной размеренной доте. Поэтому и становятся какие-то игроки с более-менее агрессивным стилем. Звездами, там, за два-три матча, за два-три каких-то турнира. Сумаил живой тому пример. Парень вообще без печали. Примерно таким Чибикс мне и виделся. Особенно на штормах, особенно на каких-то врывных героях. Полосон ловит стан. Плей хард здесь ловит у нас Чибикса. Ну и должны разбирать здесь Шадоу Шамана. Стопят его. Фессура в лицо. И Чибикс забирает фраг. Это седьмой фраг для команды 5-фэва. Всего лишь два убийства сделали Арканус Гейминг. Спрятался у нас... Спряталась у нас Винга. КС увидит или не увидит. ТП-аут сразу же Винга на мидлейн. Кто здесь на топе? Майти Сейвер. Майти Сейверу лучше отсюда уходить. Если он хочет свою Яшу увидеть хотя бы в ближайшие 2-3 минуты. Уже имеется 518 по голде. Блэйд оф Алакрити в стэше для Дроу Рейнджер есть. Осталось нафармить там 500 в общей сложности на рецепт. Вместе со сдачей от Элвен Скина. У Чибикса 600 по голде. Солу Ринг имеется. Постепенно Шейкер у нас, я так понимаю, приближается к Даггеру. Да, не очень уверенными темпами. Как там Брюмастер? У Брюмастера есть Даггер еще и 800 сверху. Полосом уже реализован на ранних левелах. Это понятно. 2-1, кстати, у Брюмастера стал показатель. Еще и 2 ассиста имеется. Начало было вообще не впечатляюще. Ну что, у нас поймали Язеру. Язеру разорвали. Через Праймал Руор. Через... 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 Через что? Через стан Винги. Винга у нас забирает Шейкера. Леон, скорее всего, развалится от Майти Сейвера. Дайте же выстрелить. Еще один Фрост Эролс. Все. Майти Сейвер у нас забирает пятый фраг для команды Арканус. И вообще, Дроу Рейнджер всего лишь первый раз убивает. Уже два раза у нас. Мейн Керри слился. Полосон. Ох, сейчас Полосон развалит эту триплу. Как мне подсказывает мое чутье. Или даблу. Кто здесь останется. Ну, надо подходить. Полосон вырывается у нас на Майти Сейвера. Праймал Слит провязал. Ну, все. И надо разваливать Дроу Рейнджер. Вот теперь кирпич не откодешился. Да, поднимает ветра. Все. Кирпич уже откодешился. Майти Сейвера ловят. Ясера здесь. Еще и так неудачно зажался. У нас зажалось Дроу Рейнджер в деревьях. Шейкер быстро решает этот вопрос. Фиссура по Мейн Керри. А в это время Мейн Керри команды 5F вовнизу разваливают. Опять Праймал Роор? Нет, без Праймал Роора. Вот через что. Через ЕМП, как я понимаю. И через... Был ли здесь Торнадо или не было. Я так и не понял. По Манеха Энриху очень сильно просел. 9-6. По золоту. 5F в 3000 по экспириенсу 2,5. Но по экспириенсу-то с пятерки спустились на 2,5. А по золоту тоже где-то с 5000 до 3. Упали в своем преимуществе. Такими темпами Арканус куда-то где-то да может выйти. Серьезные лейты. Только Джаггернау для команды 5F. Такой лейты, которая вообще прям неконтримая, неконтримая была бы. У команды Арканус есть Дроу Рейнджер, который настреливает невероятно. Шадор Шаман готов пушить. Ну, кстати, 14-ая минута. Не только Тауэр на топе спушили. Я вардов от Раст еще не видел. Вроде седьмой левел, вроде все хорошо. Так, врыв у нас пошел на Миракла. У Миракла нет Omni Slash. Ну и не дают Blade Fury уйти. Да, Миракла не отпустят отсюда. То, о чем я говорю. Доблань невероятно. Дамажище. PlayHard. Будет ли ставить у нас варды? Разваливают всю команду Арканус. Минус один уже есть. Вот 5F. Фрайд Баттерфляйс тоже, скорее всего, приплыл. Шадоу Шаман отправляется в таверну. Бестмастер отправляется в таверну. И Вингу в кустах разбирают. Одного Джаггернаута разменяли сразу на трех игроков. Коллектив 5F. И пошли пушить. Теперь их очередь пушить. Странно, почему Шадоу Шаман в пике не реализован его пуш потенциал. Тауэр ран не падают, а должны падать просто по кд вардов. Разбивать эти варды толком некому. Кто там? Шейкер придет руками ковырять. Или Брюмастер будет в Праймал Сплит переходить, чтобы нормально с вардами разговаривать. Это, конечно, печаль. Непонятен. Пассивный мув. Команда Арканус. Если не убивать Таура сейчас, то где, собственно, золото брать? По фрагам они проигрывают. По пику. В лейте тоже не кажутся мне особо веселыми. Винга тут будет без артефактов до 58 минуты. Шадоу Шаман, если не начнет у нас фармить Таура, то вообще ничего фармить толком не будет. Бестмастер с Некрами. Ладно, хорошо, но... Ну и Инвокер. Выходит постепенно в Оркит. Но... Супер дамаг здесь только от дровки. В составе команды 5-фэва супер дамаг здесь от Джаггернаута. От Леона тоже невероятный бёрст дэмэдж. Ну и от Брюмастера тоже долго, конечно, методично, но он расковыряет, кого он у кого нужно и... Кого-то выключит у нас из файта, кого-то кирпичом по голове ударит. Собственно, у Арканус очень туманное будущее, как мне кажется, по данному пику. Я уже молчу о супернове Феникса. Феникс Сан разбивать толком некому, потому что подойди к Феникс Сану, Шейкер туда врывается, ультит. И Арканус... отправляется в свою таверну. Что же не так, а? 30-секундный дилей у нас у кого-то из игроков, как можно судить по чату. 3000 файфа по золоту, по экспириенсу тоже они на 3000 опережают своих соперников. Все, возвращаются все в игру и продолжаем данный матч. У инвокера до 2-го обливент стаффа осталось 250 по золоту, еще там надо 700 на рецепт насобирать. Я с Арканусом, как я понимаю, уже готов лететь. 11-й левел у Феникса на 15-й минуте. Вот это, я понимаю, в харде отстояло. Бестмастер только 9-й, это сейчас дали поубивать кого-то. Хенриха цепляют, Гостволк есть ли здесь? Да, есть Гостволк. И что, вы пришли убивать инвокера без Вижена? Обалденнейший мув от коллектива 5-эва. Влили все, что можно было влить в инвокера. Стоят, смотрят, как у них под ногами белые следы образуются. Очень простой выход из ситуации. Нашел мидер команды Арканус, просто ушел Гостволк. Я думаю, так будет дальше, если не начнут наконец-то с собой дасты носить 5-эва. И опять же, не первый раз инвокер у нас в Гостволке и нападает, и уходит. И поверить, что сейчас будет иначе, вряд ли могло бы так быть. Смещается на Рошана у нас. Команда Арканус. Роха уже падает. И Хенрих Экспы насуетил здесь. Опять траблы. Опять кто-то отваливается. Винга отваливается от игры. Напишите нам, что там. Сори лаг. Сори дилей. Сори дисконект. Все, пауза отжали. 16 минут сыграно. На 3000 5-эва по Экспириенсу тоже 3000 5-эва. Ну, сейчас Арканы забрали Роху. Тут графики немножко получше должны для них выглядеть. Под смоком 5-эва обходят Т1. Знают ли, где здесь Шадоу Шаман? Ну, примерно понимают. Так, кстати, есть у нас Хенрих здесь. Ну, в Гостволке Хенрих. Должны что-то допонимать. Пошел у нас врыв в Плейхард. Шадоу Шамана здесь забирают. Чибикс. ЕМП в себя полностью впитывает и рассыпается. Хенрих в Гостволку. Хадижи. Нет, 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 нет. Да и нет, в принципе, здесь ульта у Хенриха. Фрайд Баттерфляй высвапывает у нас инвокер. Но это все бесполезно. У Полсона есть даггер, и он готов догонять кого угодно. Еще и подошла венга. Зачем? Кирпич ловит у нас венга. Миракл начинает наваливать Фрайд Баттерфляй по голове. Но здесь надо просто одну панду пустить. Там кирпич свое дело сделает. Unstoppable для Брюмастера. Вот так вот. Еще и Джо Прил Рамос ловят. Ну что ж такое, а? Еще одна пауза. После Дефайта двоих уже забрали. И поверьте мне на слово, Бесмастер, который сейчас стоит под Санреем от Феникса. Который сейчас стоит в Хигсе, на которого уже приготовились клепать и врываться через Omni Slash. И с Момом проюзан Джаггернаут, который валупит. Да и КС на Леоне уже импейл, я думаю, подготовил. Немного шансов у Бесмастера фактически нет вообще. То есть это одна секунда дела. Должен понимать Бесмастер, что будет с ним после отжатия паузы. Дробка в это время отправилась на нижний лайн подпушить. Здесь один крип. Ну и что? Сильно не подпушишь. Крипа убивают, а танковать Дроу Рейнджер никак не может. Ну и у Таура еще половина ХП. Тут в принципе себе в ущерб только можно постоять с ним поковыряться. Чибикс единственный, кто там не пилит Бесмастера. Всему свое время. Что, следим за Бесмастером. Что беднягу ждет? Вот собственно он. Так, наверное, и посмотрим, что у нас будет с Бестом. А то, что с ним что-то будет, это 100%. Проблемы с подключением. Хотят что-то поменять, да? Сеть хотят поменять, как я понимаю, что-то случилось. Глаза полные боли у Бестмастера. Зачем я ввязался в это? Представляю, перед этими глазами вся жизнь Беста пробегает. Конечно, не лягушки Беста. Реального Беста. Ну и здесь, просто звери вообще. Напали оголделые панды. На лягушку напали. Леон там где-то что-то. Вы думаете, Леон вроде как и ни при чем здесь, но Леон уже что-то доприготовил. Ладно, это так. Просто повеселиться пока пока у нас меняют сеть игроки команды Арканус. Ну все, отжали вроде бы. Что ж такое, а? Что с лягушкой-то? Что с лягушкой? Вообще ничего не сделаешь с лягушкой. Ладно, так посмотрим. Все, бедня Гориал Рамос. В своем обличии умер. Дайте хоть умереть человеком. Да, умер человеком. Вышел из Хикса и сразу же развалился. Или кто там Бестмастер? Ну опять отваливаются. Опять проблемы. Can't move again. Переподключается. Ну все, я так понимаю, не выдерживает нерву же у команды 5F. Отжимают паузу. Докатились. Опять проблемы. Да, проблемы все-таки какие-то невероятные у нас с интернетом команды Арканус. Пере подключаются, пере заходят. Ничего хорошего из этого не выходит. Я так понимаю, Арканусы должны играть со стендином. Или должны, я даже не знаю, что. Техлуз получать и отваливаться от турнира. Но это смешно. В плей-оффе проиграть из-за проблем с интернетом. Но при том, что Арканус, мне кажется, посерьезнее вроде командой, чем 5F. А Меркл ловит у нас Shadow Shaman. Тут Меркл должен уходить. Подхилл пошел у нас от Феникса. Супернова, если что, есть. Меркл, залетай на хайграунд, ставь Супернову. Он на лоу-граунде даже Супернову поставил. Ну и Джаггер пока живет. Зален хилинг вард и выхиливает его. Хенрих. Пошла ульта у нас в Хенриха. Высвапывает ее Винга. И Винга очень зря. Ну, наверное, не зря, конечно. Тиммейта спасли. Вот здесь бы не помешал у нас экзортовый инвокер, чтобы где-то санстрайк бахнуть по Джаггернауту. И Меркл отъедается на эншетах. 2700 у него есть на руках. Яша есть. Мом есть. Всего предостаточно. Полосен ковыряет у нас Майти Сейвера, ковыряет Хенриха. Праймал сплит не скоро. Зато Даггер сейчас уже откэдэшится. Им можно ворваться и клепать. Хенрих развалится от одного клепа. Клеп под ноги. Поднимает сразу же у нас Брю Мастера. Пошла погоня колд снэп как раз по тому, по которому нужно. Но нельзя разворачиваться и бить, потому как здесь иллюзии навалят. Все, отключается. Опять Винга. Опять пауза. Арканусам нужно что делать? Я понимаю, что это не есть. Хорошо, конечно, не выручать своих соперников в такой серьезной беде. Но с другой стороны, с другой стороны, что-то надо было делать. Короче говоря, трабл, трабл, трабл. Ну и в четвером играть команде Арканус вообще не по шансам. Они сейчас проигрывают 5000 по золоту и... 5.5 тоже по золоту. Я, в принципе, думаю, что не будет лишним команде сказать, что... ГГ гоу-некст и перенести ту же игру с согласия организаторов. Это было бы, возможно, и правильно. Начинать со счета 0-1. Там уже попытаться где-то файфаева снести два раза. Но пока что... Ситуация очень печальная. Хенрих остался целым. Вышел из этого файта. Я даже не знаю, стоит начинать комментировать или нет. Потому как сейчас еще раз кто-то отвалится. И мои истории... Одна лучше другой... Опять окажутся без завершения. Полосон с Мираклом на Эншентах. У Шейкера до Даггера. Да все уже есть у Шейкера Даггеру. У Чибикса Даггер на 18-й минуте вместе с Солрингом. Бутс оф Спид. Еще и тут остается немножко на сдачу. Купить там Вардов. Купить ТПшки. Где-то под Хилл. У Дроу Рейнджер. Вот это набор артефактов. У нас появляются Орки для Инвокера. Появляется Даггер для Шейкера. Кто-то еще что-то купил. Я пропустил. Бессмастер. Даггер, наверное, и был у нас у Бессмастера. У кого? У Шейкера есть Даггер. У кого-то что-то такое важное появилось. А, у Брю появляется Владмер. Последний вообще в моем списке. И долго я смотрел, у кого там какие обновления. Кстати, по обновлениям. У Джаггера-то уже готов Манта Стайл. Уже есть Маск оф Мэднес, Фейсбокс. Сбрасывать с себя некие вещи все-таки можно. У Леона есть Даггер. Ой-ой-ой. Как команда 5-эва перефармлена. Вообще невероятно. Это вроде бы 5000, а по вещам у саппортов все невероятно мощно у 5-эва смотрится. У Леона есть Даггер. У Шейкера Даггер есть. У Феникса Даггера, к счастью, нет. Феникс в Даггере не нуждается. Так, выход пошел на мид. И кого вы здесь найдете? Ну, видят Леона. Видят Леона, гонит его Крип. И все, вышли просто снести Тауэр и уйти отсюда. Игроки команды Арканус Гейминг. Тауэр на миде падает. В это время Т2 горит. Миракл под Момом наваливает. С руки нормальное количество. 180 по дэмиджу. Можно идти на хайграунд. Да, рисуют уже поход на хайграунд. Миракл у нас руководит этим парадом. И на Т2 пыталась пойти команда Арканус. В итоге только ворды поставили и бежать сразу на свой хайграунд. Потому что снесут сторону и вообще не посмотрят игроки 5-эва. Всех все есть. Есть ульты у каждого из саппортов. Есть Даггера у каждого из саппортов. Врыв может быть моментальный. Тут не только у саппортов. Три Даггера у нас в команде 5-эва. Джаггернауту Даггер нужен, но не критичен. Миракл ЕМП и выйдет. Полосон пришел, клэпнул просто по земле. Пошел под хилл у нас от Язеры. Хилингвард, как я понимаю, сбили. Тут есть у нас персик для Джаггера. Джаггер что вообще с персиком себе придумал? Так, фаслапывает у нас Джаггернаута. Сразу же Сайленс и выйдет у нас за счет манта Стайла. Пошла ульта в Фрайт Баттерфляйс. Вингаз здесь скорее всего погибает. Миракл против Хенриха в соло не сможет драться. Колд Снэп. Должны цеплять Миракл. Кирпич в Хенриха. На, зацепи вот это. Ну и Майти Сейвера. Тут Брюмастер всех вообще гоняет. Сколько там ХП у Брюмастера? Фуловый. Брюмастер фуловый у нас вообще. Джо Прил Рамос разваливается. Потеряли только Феникса. Игроки команды 5FA, Арканус. Минус 3 уже. Хилингвард здесь. В Хилингвард сбить нечем. И Хилингвард всю команду сейчас выхиляет. Варт у нас второго левела для Джаггера. Да, конечно, дольше, чем могло бы быть. Но тем не менее. Майти Сейвера цепляет. Клэп. Высосали маны. Высосали ХП. Хенрих здесь разваливается. Я думаю на такой минус морали Арканус. С этими дисконнектами. С этими траблами. С невозможностью убить. Мирикл. Через Блейд Фьюри. Дамажит у нас Тавр. ТП от. ТП от. Попробую сделать ТП от. Ни с чего. Мирикл вообще отсюда не уходит. КС забирает у нас в это время инвокера. Там черти что вообще на базе происходит. Брюмастер все-таки отдается. Спушили. Милишный Барак. КС бежать отсюда. Стрелу в него дали. Ну и здесь под урной. Должен Леон разваливаться. Ни Мэджик Вандов. Ни фига вообще. У него нет. Рассыпается Леон. Ну и кстати у Леона то уже Форс Став готов. Снесли Лайн. По-моему очень хорошо. Провели последнюю трех минутку у нас игроки. 5-5 по золоту это отобразится еще как. 10 с плюсом. Их преимущество. По золоту по экспириенсу 8000 в пользу команды. С команды Миракла. 2200 убрю. После Даггера. После Владмира. Ultimate Orb и Персику Миракла. Линка для Джаггернаута. Или я что-то тут недопонял. Ну да в принципе Линка для Джаггера. Почему бы нет. Бестмастер. Основной дамажащий здесь герой Джаггера в Блейд Фьюри. Стопят то его. Понятно что за счет Праймал Рора. Теперь никакого Праймал Рора не будет. Да и вообще здесь Хиксы. От Шадоу Шамана. Шейклы. Все это отправляется в никуда. А там Джаггер уже сориентируется и проюзает. Все что необходимо. Не часто конечно такое залетает. Но здесь ситуативный итем. Ничего в принципе. Ситуативный артефакт. Да. Линка уже готова для Миракла. Пошел дальше собирать деньги на дэмэдж. 23 минуты. По золоту 11000 5F. По экспириенсу они же 7500. Просто как аттракцион какой-то. Инвокер запускает у нас торнадо. Игроки команды 5F полетали. Полетали. Пошли дальше. Все фуловые. Всем плевать. Здесь лёдик тоже как аттракцион. Давайте посмотрим как медленно я могу двигаться. 22-11. В 2 раза больше фрагов. И по золоту тут тоже. Ну большущее преимущество. 11000 на данном уровне. На данной минуте это действительно много. Плюс снесенный лайн для команды Арканус. Как вывозить непонятно. Майти Сейвер ничего из себя вообще не представляет на данном этапе. БКБ имеется. Ну так давай дерись. Дрорейнджер не юзает. У нас БКБ летает в ветрах. Весь файт пока падает линия. Дровка летает в ветрах. Меркл в это время в соло. Через, я не знаю, через, по-моему, через даже бэкдор протекшн умудряется развалить Тауэр. Все, Меркл пошел дальше драться. Гаст и Вейдится. Все очень просто. Если вдруг будет Шадоу Шаман ставит у нас ворды. Ворды тут на пороге хайграунда. КС пошел в соло пилить у нас плейхарда. Умирает Шейкер. Умирает от вордов. Полсон валит Тауэра. Меркл валит Бистмастера. Ну и все. Никуда не уходим. Майти Сейвер еле-еле у нас убегает от Меркла. Хейнрих ловит Клэп от Брюмастера. Ну и все. Развалили Хейнриха. Скорее всего это ГГ. Минус 4 сделали сейчас. Дрова Рейнджер на лоу ХП. Ну и Хейнрих выкупился. Что он сам может сделать, непонятно. Вроде инвокер мультифункциональный. Всего достаточно. Но здесь Торнадо, Бласт и ЕМП. Но это не пугает команду 5F. Есть Хилингвард. Уже. Откадешился и, собственно, все. Вертели они вообще на Торнадо все Торнадо Инвокера. Отошли от ЕМП. Ну очень просто. Очень просто. Как будто ниже класса у нас команда Арканус. Даже удивительно. Вообще я бы так совсем не сказал. Развалили еще один милишный барак. Плей Харт. Начинает у нас гнать команду Арканус. Сразу же МПЛ на отступлении. И Леон. Ну и что? Или он просто никуда превращает погоню за командой 5F. Миракла поймали в Шейкл. Миракл. Манта ставил, провязал. Нет Омни Слэша и не будет. Не будет до смерти здесь Омни Слэша. На полоса она. Нарал Риал Рамос. Чибикс. Вообще невероятнейший эхо слэм. Хенрих на лоу хп отсюда. Майти Север на лоу хп. Майти Север, скорее всего, догорит. Урна на нем висит. Ну и все. Все поумирали. Минус 4. Инвокер на таких соплях уходит из этого файта. Инвокер не боец тут совершенно. Хилингвард юзаем. Нет, не юзаем. Хилингвард не нужен. Можно идти на мидлейн. Можно снести. Рейнжевой барак не будет лишним. И перейти на Т2 по мидлейну. 30, 15, 15, даже 17 тысяч файфа по золоту. И по экспириенсу 10. Арканусы смотрятся несчастно. Шадоу Шаман в пике. Нифигища вообще не сделал. Зачем был нужен, непонятно. Для 7 смертей, наверное, и 10 ассистов за 28 минут. Разве что так. Венжи Фулл Спирит. Тут, кстати, потеет, пыхтит за всех. Но тоже пользы мало. У инвокера 5-4. У Дроу Рейнджер 4-5. По-моему, инвокер единственный, у кого положительный КДА вообще в команде Арканус. Да, так и есть. Все остальные тут просто фит-фест. У Брю появляется БКБ. У Джаггера БКБ нет, оно ему не нужно. Зато есть Башер еще и 1300 сверху для Джаггера этой после смерти. Леон, Форстаф и Даггер. Поймали Хенриха, просветили. Ульта от Джаггернаута. Мейн-герой команды Арканус. Сравнивается по убийствам и смертям. Сам собой. 5-5 становится у инвокера. Ну, это, наверное, последний оплот какой-то. Надежда какая-то на команду Арканус. Топоры от Бесмастера и Блинкаут. Это все, на что сейчас Арканусы способны. Супернову провязали. Феникс. Феникс умирает. Плей Хард на Лохе Пена, в принципе, живет. Миракл. Через иллюзии. Линка от кого, кстати? Дополнительная Линка, что ли, в составе? Нет, ни у кого Линки нет. Это Линка у нас самого. Миракла. Миракла застопили в вардах. Ставит Хеллингвард. Все, отсюда уходить. Ну, Миракл живет, живет, живет и будет жить. Сейчас на хайграунд зайдет и будет жить. Ну, тут вообще перебор полнейший. Не хотят тратить здесь дэмэдж на Хеллингвард. И в итоге что? В итоге Миракл разворачивается. Майти Сейвера разорвали. Вингу разорвали. Ну, все. Если не ГГ, я даже не знаю, как реагировать на это. Нереально крутой мув от Миракла. Под Хеллингвардом. На дичайше вообще маленьком ХП. Зашел на хайграунд. Развернулся и расковырял вообще в хлам команду Арканус Гейминг. Ну, вот он Миракл. Вот он Миракл на мейнкерри. Это вам не какой-то саппорт Лина Лесная или еще какая-нибудь ерундистика. Это серьезный парень с серьезными шарами, с серьезным скиллом и с серьезным отношением к доте. Файф Эва. Первую игру выигрывают. У нас, напомню, Бест оф Трион. Впереди один или два матча. Ну, думаю, скорее всего два. Потому что Арканус левелом, как мне опять же повторюсь, кажется повыше. Должны собраться и как минимум одну игру в данном Бест оф Три забрать. Ладно, посмотрим. Прогнозы ставить не будем. У нас все-таки не бэт контора. И услышимся через 2-3 минуты. Пока графика, музыка, не переключайтесь. Заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь, жмите фоллоум на данном Твиче. Буду очень и очень признателен. Услышимся через пару минут. Субтитры сделал DimaTorzok